Боже, какие же шкальцы смешные! Всем привет, с вами Егор Ярушин и сегодня мы отходим от темы рэпа, которую я зачем-то поднял в последнем своем ролике и сегодня мы поговорим про ваших любимых Bring Me The Horizon. Я подумал, вот я постоянно критикую и говорю насчет того, что на новых лайвах они звучат как говно, постоянно говорю, что раньше было лучше, а было ли лучше раньше, действительно? Поэтому я откопал очень, очень олдовый лайв, это лайв с 3 февраля 2008 года из клуба Точка в Москве и сегодня мы посмотрим этот лайв и, собственно, разберем, что именно хорошо, что именно плохо и ответим себе на вопрос, когда лучше, когда хуже, раньше было лучше, сейчас лучше, как там вообще, ну не знаю. Изначально мне писали, чтобы я как-то отреагировал на поведение Сайкса на Лолопалузе, вот его вот эти вот выходки, где он там по сцене чуть ли не ползал, карабкался. Я подумал, что это настолько на поверхности, ну как бы, как я могу записывать видос о том, что абсолютно явно сделано для провокации, да? То есть абсолютно понятно, что это все сделано исключительно для того, чтобы блогеры и СМИ там каким-то образом отреагировали на это, это эпатаж, да? То есть понятно, что он в полном порядке, он просто решил там, он не наркоман, он там не нажрался, он просто решил вот так вот, вот так вот себя повести. Это просто элемент шоу, поэтому, ну, мне показалось гораздо более интересным и гораздо более прикольным обсудить старый лайв из России, к тому же, Горизонты сейчас приезжают на какой-то фестиваль в Россию и, в принципе, можно сравнить, как они выступят на этом фестивале и как они выступили в 2008 году в точке. Сначала немного контекста. 2008 год, февраль. Это означает, что у ребят вышло на этот момент два релиза. Первый это, собственно, их первый эпишник с очень длинным названием. И второй это альбом, то есть Count Your Blessings. Все, больше пока что ничего не вышло. Давайте просто чекнем этот сет-лист, я вот просто буду его вам здесь читать и просто, ну, не знаю, я просто смотрю на этот сет-лист и у меня душа наполняется какой-то теплотой и счастьем. Первое. For Steve Wondersize Only. Один из моих самых любимых треков с Count Your Blessings. Ну, я думаю, что, наверное, у всех так. Второе. Tell Slater Not To Wash His Dick. А, офигеть, это еще с первого... Нет, нет, это как раз с первого альбома. Я, блин, путаю, путаю. Что касается моего знания Bring Me The Horizon, путаюсь немножко. Третье. Lot Like Vegas. Тоже. Count Your Blessings. Отлично. То есть они идут по нарастающей. Четвертое. Calm Down. Да. Они играли демо-версию этого трека. Я просто об этом знаю, потому что, что греха таить, я уже успел посмотреть. На самом деле, это типа не вживую записывается. Я посмотрел это сначала, и сейчас буду записывать свою реакцию пост-фактум, так сказать. Поэтому, да, они сыграли Calm Down. Это единственный трек, то есть из их недоткорного времени. И они сыграли как бы демо-версию, которая не особо похожа на то, что вышло в финале. Пятое. Traitors Never Play Hangman. Ну, это тоже. Это, опять же, это классика. Вот это точно с первого эпишника. Я помню, это первый трек, который я у Горизонт услышал. Я его слышал на канале A1. И его показывали с вот этим черно-белым клипом. Я в 2008 году... В 2008, по-моему, да. Я был в Новосибирске. Я приезжал к дедушке-бабушке. Я по каналу A1 как раз видел этот клип. И я такой, хм, прикольно. Ребята играют какую-то гринду или что это. И там какой-то, не знаю, хаотик. И с челочками, и вот столько людей тусуется. Офигенно. Шестой. I used to make out with Medusa. Это вообще один из самых... Это вот... Это один из тех треков, которые металкорщики всегда на саундчеках играли. Там между, например... Ну, там перед концертами или там между песнями. Они играли для того, чтобы проверить, правильно ли они настроены и так далее. Black and Blue такой трек. Типа не особо я его люблю с этого альбома. С Count Your Blessings. У меня такие... О нем впечатления, ну, не особо. Восьмой. Licker and Love Loss. Тоже, в принципе, не знаю, никак не отношусь к этому треку. А вот девятый, They Have No Reflections, это вообще, это с первого эпичника мой самый любимый трек. Он самый крутой, там самый крутой брейк. Десятый, Iris, кавер на Slipknot. Я Slipknot не люблю. Кстати, ставьте лайки, если хотите, чтобы я записал ролик о том, почему именно я не люблю Slipknot. Наберем, давайте, полторы тысячи лайков, и тогда я обязательно этот ролик запишу. Ну и одиннадцатый, Pray for Plagues. В принципе, понятно. То есть, на самом деле, на тот момент 45 минут ребята уже играли, и причем у них было всего два релиза, собственно, у них вышло. Ну что, давайте, наконец-то, смотреть. Блин, огромное спасибо, конечно, сайту metalafisha.ru за то, что они в таком, ну, достаточно хорошем качестве записали этот видос в 2008 году. Звук, на самом деле, достаточно читаемый. Разумеется, это не звук с пульта. Однако, ну, все более-менее слышно. И с самого начала я могу сказать, что я понимаю, что ребята играют иногда и вообще ни в склад, ни в лад, поцелуй кошкин зад, и что ребята там, у них нет метронома в ушах, поэтому они меняют ритм там посреди песни. Но, блин, в этом есть душа, и я бы слушал вот это вживую гораздо с большим удовольствием, чем то, что происходит на концертах сейчас, когда 10 дососов, 10 подложек, Джордан Фиш поет, все партии и так далее. Мне кажется, что вот в этом самый сок, в этом жизнь. Я помню, что при просмотре вот этих вот старых лайвов у меня всегда возникал один вопрос. На записи он звучит, ну, в смысле, его верхний регистр у Оли Сайкса, на записи звучит гораздо выше, а, опять же, Growl звучит ниже. То есть, я думал, может быть, они все-таки как-то читерили на записи, да, то есть они, например, высокий регистр поднимали вверх через пид-шифтер, а нижний вниз, потому что здесь я слышу что-то Я-я-я, вот что-то вот в таком В среднем, я бы сказал Диапазоне, да, а то, что у него На этом альбоме, на Counter Blessing Собственно, гораздо выше И гораздо, типа, более До этого звучит, не знаю, как это описать Однако, знаете, кто точно знал бы, как это описать? Вокальная школа Fry Day Да, да, я сдался, и сейчас Я рекомендую вам школу Экстрим, и не только экстрим вокала Если бы они учили только орать, то я бы не поступил Со своими принципами и однозначно Никоим образом не рекламировал бы их Однако, ребята учат еще и чистому Ребята настоящие молодцы Среди их учеников, например, вокалист Одной из самых известных украинских групп Space of Variation, также вокалист группы Трития, которая сейчас участвует В шоу на канале ТНТ То есть, ну, ребята однозначно знают, чем вообще Они занимаются и чему они учат Я уверен, что они научат вас гораздо Более круто и гораздо более Здорово для святых Я не буду говорить правильно, я буду говорить здорово Потому что я все-таки не вижу Я не считаю, что есть такое понятие Как правильный и неправильный экстрим В общем, мы сейчас не об этом В описании будет ссылка на эту школу Первое пробное занятие Бесплатно Поэтому записывайтесь Проходите по ссылке в описании И дайте им, разумеется, знать Что вы от меня Егора Иерушина Сергеевича Боже, смотреть на то, какой Оли Приятный, веселый пухляш Это просто, не знаю Это мой личный сорт героина Это офигенно И он еще так ходит вперед-назад По этой достаточно небольшой сцене Разумеется, контраст с тем, как выглядят Их концерты сейчас Просто огромный Еще я заметил, что за весь ролик Его раз 500, наверное, целуют какие-то телки А может быть и мужики тоже Я, в принципе, не знаю Потому что все Эмари, все с челками Все выглядят примерно одинаково Попробуйте поцеловать Сайкса Сейчас на каком-нибудь фестивале Или концерте Мне кажется, что вас просто скрутят В баранку Поэтому лучше, наверное, пробовать не стоит На самом деле, сам факт того, что уже в 2008 году У них просто полностью забит этот зал Абсолютно просто нечеловеческая какая-то толпа людей Ну да, точка Ну то есть, опять же Я думаю, что где-то тысяча человек там точно есть А это 11 лет назад И это, как бы, мне кажется Немножко идет вразрез с тем Что некоторые люди говорят насчет того Что бринги, значит, ушли к более мягкому К более нетяжелому звуку Для того, чтобы обрести какое-то количество фанатов Новые и так далее Мне кажется, что если бы они дальше двигались в металле В принципе, посещаемость у них была бы не настолько другой Хотя бы, ну, можно посмотреть на тех же самых архитекста Которые все еще играют металл В отличие от горизонтов, которые играют поп-рок И тем не менее, они собирают, ну, примерно столько же по народу Главное, все веселые Все радостные Все играют целяки Ударник играет на ударке Все счастливы И потом мне кто-то собирается говорить насчет того Что им не нравилось то, что они играли тогда И то, что им нравится то, что они играют сегодня Почему же они сейчас тогда ведут себя так, как будто они говна поели А тогда они веселые, с улыбками, счастливые Оля жирненький Ох, блин, какой, наверное, крутой концерт был бы Я примерно вот Я вот во время записи этого ролика Выглядел примерно вот так вот Вы можете себе представить, да То есть, как бы я себя чувствовал, если бы я был на этом концерте Я был бы просто, наверное, на седьмом небе от счастья Плюс там в качестве саппорта играли Автоскан Моя любимая, наверное, группа тех времен В общем, не знаю Я чувствую в этом душу Мне кажется, что это круто, что это прикольно А то, что сейчас, это какая-то вылизанная херня Но это, опять же, исключительно мое мнение Также группа «Бримэда Харазин» приезжала в Екатеринбург Где сыграл рекордно короткий сет Леша Рязанов, бывший басист Марина И бывший соведущий дискуссии Говорил, что он на том концерте был И что просто все абсолютно уходили Оттуда плевались Из-за того, что «Горизонты» играли то ли 15 минут Или что-то такое Так вот, у них даже на DVD-шнике Каком-то выходил этот концерт в телеклубе Поэтому давайте, если, да, этот ролик соберет Не знаю, 2000 лайков То тогда я посмотрю на этот лайв из телеклуба И тоже скажу какие-то свои мысли Потому что это уже более поздняя эра Это они уже с «Суисайд Сизоном» приезжали А что касается этого ролика Это, пожалуй, все Разумеется, я оставлю ссылку в описании На этот сапж Для того, чтобы вы посмотрели Проперлись и порадовались вместе со мной Тому, как это все звучало И попечалились из-за того, что больше это так, наверное, никогда звучать не будет А с вами был Егор Ярушин Подписывайтесь на канал Ставьте большие пальцы вверх или вниз Если вам понравился или не понравился этот ролик Ролики про «Горизонты» всегда заходят отлично Я бы, конечно, хотел, чтобы все ролики заходили так же хорошо Но я не жалуюсь Поэтому вот Всем спасибо за просмотр Пока